К слову, проверки школ на готовность к новому учебному году в республике уже идут. Скажем, в Иркуте надзорные органы проверили 21 из 26 образовательных учреждений. Ревизоры отметили, в этом году их работа проходит на удивление гладко. Нареканий со стороны Госпошнадзора и Роспотребнадзора пока не было. По словам чиновников, муниципалитет на подготовку к 1 сентября выделил 11 миллионов 700 тысяч рублей. Виктор Прокушев продолжит. Дотошные ревизоры в ходе проверки заглядывают в самые укромные уголки школьных помещений. Но причин для недовольства нет даже у сотрудников Госпошнадзора. Мелкие нарушения по пожарной безопасности устраняются тут же. Кроме того, в этом году в школах не только в Иркуте, но и всей республике появилось аварийное освещение. В случае возникновения пожара срабатывает сигнал, соответствующий при отключении электроэнергии, срабатывает аварийное освещение. В течение какого-то периода оно должно гореть для того, чтобы обеспечить эвакуацию людей из помещения. Нет претензий и у Роспотребнадзора. Медосмотры все школы прошли своевременно. Везде, в кабинетах, столовых, спортзалах соблюдены санитарные нормы. Проведены в школах довольно-таки большие работы по подготовке учреждений к учебному году, ремонтные работы, приобретена новая мебель ученическая во многих школах. Ну, с освещением проблему решили еще несколько лет назад. Так, все хорошо. Все учреждения по нашей линии, которые мы уже проверили, были приняты. На подготовку к учебному году муниципалитет выделил более 11 миллионов рублей. Львиная доля уже освоена. В образовательных учреждениях провели серьезный ремонт. Чуть меньше миллиона потратила только 23-я. Здесь, например, поменяли пол, установили вытяжной шкаф, а в кабинете химии подвели воду прямо к ученическим столам. На этой школе работы выполнены огромные. Значит, первое, что это было сделано, ремонт кровли. Проблем от этой кровли было предостаточно. Сейчас все проблемы устранены. Огромный ремонт сделан в кабинетах химии и физики. По программе модернизации школа получила новейшее оборудование, и в соответствии с этим пришлось выполнять ремонтные работы большого объема. А в лицее номер 6, например, вот так выглядит обновленный обеденный зал. Он выполнен из такого материала, который у нас еще мало используют. По словам специалистов Управления образования, сегодня ремонтные работы в стадии завершения. Так что 1 сентября все школы Заполярья встретят при параде. Виктор Прокушев, Елена Кононова, Елена Царанова, телеканал Юрган. Воркута.